Всем привет, уважаемые зрители, с вами, как обычно говорит, Cell. Ну и что ж, мы продолжаем проходить игру в шорох. Ууу, как страшно. Ну что ж, в прошлой серии, шестой, если кто не помнит, мы одолели, так сказать, первую ночь, и это не может меня не радовать, хотя, честно признаться, я немножечко разочарован. Я ожидал куда большего, чем просто небольшой шорох, и то, которого я практически не слышал в своих наушниках. Плюс было темно до черта, я нифига не мог разглядеть, такой, знаете, сплошной черный экран у меня был. Нет, ну я, конечно, что-то там видел, что-то совсем чуть-чуть, но не то, друзья, не то, что я ожидал. Спать в такую рань, вот еще, действительно, Майкл. Ну что ж, мне все, ну не все, а те, кто отписывался в комментариях, сказали, что обязательно нужно сообщить Джерри про найденный нами сейф, и нужно вот нам от этого сейфа раздобыть код. Ну, я думаю, этим мы сейчас и займемся, будем искать код для сейфа. Давайте позвоним Джерри. Алло? Джерри, это я. В чем дело, Майкл? Я нашел сейф в комнате наверху. Ты случайно не знаешь код? Возможно, знаю. Погоди-ка, у меня с собой код от сейфа. О, отлично. Скажи его мне. Ноль, три, два, один, один. И не забудь поделиться, если обнаружишь там что-нибудь ценное. Конечно. Пока. Отлично, вот так быстро нам дали код. Еще хочу связаться к Барбаре. Нет, слишком-то вежливо беспокоить Барбару в воскресенье. Ах, да, у нее выходное воскресенье. Ну что ж, ладно, код мы получили. А это значит, что можно подняться наверх и посмотреть, что там мы найдем в этом сейфе. Сюда-то вроде, да? Вроде как да. Да-да-да, именно сюда. Так, сколько там? Ноль, три, два, одиннадцать. Или он сам это ведет? А, ну ты сам ведешь. Супер. Ой, как тут темно. Так, мы взяли ключ. И мы взяли что-то. Что-то написанное мелким шерифом. Так, что-то... Ага. И вот честно, у меня там темно все. Я нифига не вижу. Но, наверное, что все там. Да, ключ. И вот мне тоже сказали, что ключ нужно использовать на двери, которая находится на третьем этаже, которую мы хотели открыть с помощью такого незамысловатого способа. То есть, там ключ торчал с другой стороны, но нам не удалось его достать все-таки. Ну ладно. Давайте сейчас откроем эту дверь с помощью нормального ключа. Без всяких там способов. Давайте глянем. Глупо только. Это обычный дверной ключ голубого цвета. Голубого цвета. Отлично. Дверь мы открыли. Давайте зайдем туда. И на полу тут, по идее, должна быть газетка. Да, вот газетка, на которой должен быть ключ. Это незаконченная комната. Кажется, ее использовали как склад для картин. Склад для картин. Ну да, похоже на чью-то мастерскую. Тут еще одна дверь. Давайте пройдемся по комнате и глянем на... Кто бы ни был автор этих картин, он явно был слегка того. Что ж, мэйби. Мэйби. Одно и то же. На улице дождь идет. Давайте глянем на стол. Чертеж. А, это чертеж дома, я так понимаю. И... Да, я думаю, что я правильно понимаю. Это чертеж нашего дома. Вот. Только как бы в нем разобраться то. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Да, я чуть не совсем понимаю. Это чертежи первого этажа. А, фу-то. Первого. Первого этажа. Ну что ж, круто, конечно. А, вот. Тут еще можно клацать. Гостиная. Это вот там, где камин. Это коридор. Вход в дом. Явно. Это у нас... Ну, вот тут лестница, я так понимаю. Холл с телефоном. Это обеденный зал. Здесь кухонный коридор. Да-да-да. Вот, и все. Кухонный коридор идет. Здесь кухня. Несомненно. Здесь унылая комната. Должно быть там жила прислуга. И ванная для прислуги, конечно же. Так, это что у нас? Ну, это кабинет-библиотека, гостиная. Веденный зал. Ну, мне это ничего особо не дает. А, можно листать. Понятно. Вход. Так, а это черти же чего? Как бы тут глянуть? Чтобы зацепиться. Нет, еще раз. Это, значит, у нас первый этаж. А это та самая странная... А, вот второй. Ну, все понятно. Та самая странная африканская галерея. Это моя дивная комнатка. Это у нас коридор. Это у нас... Вот, это лестница. Это коридор. Это странно, но я не помню, что бы... Видел эту комнату. Ага. Ребят. Ребят, ребят, ребят. А, это что у нас? Главная спальня. Вот, значит, рядом с главной спальней и между коридором есть еще одна комнатка. Мне нужно придумать, как проникнуть в эту комнатку. И... Черт возьми, да. Да-да-да. Это вот мне говорил там один пользователь, что Майклу вот тут странный сон приснился, что кто-то заколачил дверь, и похоже, что именно в эту комнату. Понятно. Коридор второго этажа. Это у нас ванная. Это у нас коридор второго этажа. Так-так-так, все понятно. И третья. Это у нас карта третьего этажа. Все комнаты на этом этаже, похоже, пребывают в плачевном состоянии. Круто, что? Коридор третьего этажа незаконченный и заваленный мусором. Здравый смысл утверждает, что это та самая комната, в которой я нахожусь в данный момент. Круто, что? Это понятно. Коридор заваленный мусором. Понятно. Все комнаты... Та-та-та... Та-та-та-та-та-та-та-та. Понятно. В общем, самое главное, мы определились. Нужно как-то найти вот ту потайную, так сказать, комнату. Ой, что-то я вспомнил фильм «Гарри Поттер» и «Тайная комната». Я надеюсь, в нашем случае нас не будет ждать какой-то там Василис. Так. Ну все, я думаю, здесь мы все смотрели. Можно... Можно, я думаю, зайти сюда. Или выйти, вернее. Да, это же... А, нет, это не выход. Это еще одна комнатка. Опять пыльные кирпичи. Ну, а что ты хочешь, Майкл? Опять еда для термитов. Или какие-то там еще носикомы едят древесину. Ну да, все правильно сказал. Только термиты едят древесину. Длинная веревка свисает с досок наверху. Ну... И что? Вот тут есть лестница. Ну, налезть... Так, музыка какая-то стала немножечко пугающе играть. Мне кажется... Вот там выход. Ну, давайте залезем наверх. Давайте залезем. Еще залезем. Что у нас тут? Это банка с засохшей краской. Еще несколько пыльных банок, стоящих на платформе. Банки, банки, банки. Очень грязная банка. А если ее протереть? Очистив банку, я понял, что внутри находится масло. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Масло в лампу, впрочем, масла оказалось совсем чуть-чуть. Ну, хоть что-то. Хоть что-то. Это уже меня очень радует. Все, у нас есть масло, мы можем спуститься в подвал теперь. Так, ура, я открыл дверь с другой стороны. Ну, ты прям молочага вообще. Вообще, 5 баллов. Так, ну что, ребят, сначала в подвал или что будем делать-то? Я думаю, нужно, коль мы сейчас будем на втором этаже, заглянем в ту комнату, в которой нам сон приснился, да? Где кто-то молотком заколачивал что-то, что-то заколачивал. Это было вот здесь, да? Судя по всему, самые ценные цены, это не сдвинуть. Так, а тут уже пара огромных разных... Э-э-резных, сори. Резных бивней. Хм. Ну, это нам не сдвинуть. Ну, что ж, ладно, ладно, давайте тогда пойдем в подвал. Хотя, что-то лично мне не очень хочется в подвал как-то. Но, что поделаешь, это шорох, дорогие друзья. Здесь, главным героем, нужно спускаться в подвал. Как же без этого. Ну, что ж, давайте выйдем на кухню. Кухня, кухня, кухня. Может, что-нибудь пожевать. Мы все-таки уже здесь сколько? Два дня вроде и ничего не ели. А, в подвал нам и без света сейчас зайти можно. Так. Ну, да, тут темненько. Темненько. Так, с этими фигнями мы уже пробовали что-то сделать. Ничего не помогает. Свет у нас не работает. Давайте походим по комнате. Если ничего не найдем, то нужно будет, наверное, звякнуть Джерри. Я так думаю. Мы уже все читали. Ничего нового для нас здесь нет. Я так понял, в подвал нужно спускаться ночью. Крышка, в общем-то. А камина здесь нет. Ну, хотя какой идиот будет делать в подвале камин? Стелл, ты что-то уже совсем уж. Ладно, я думаю, поднимаемся. Здесь мы ничего не находим. Я так понял, ночью в подвал нужно спускаться. Тогда у меня остается один вариант. Это пойти и позвонить Джерри. И сказать ему, что он конченый придурок. Что продал нам такой довольно страшненький домик. Ну, давайте ему позвоним. Сообщим, что мы нашли в сейфе. Так, Джерри, ты где у нас? Связь здесь просто не к черту. Думаю, следует попытаться позвонить позже. Хм, это меня уже напрягает. А если мы выйдем на улицу и проверим почтовый ящик? За окнами бушевала гроза. И логично, что я вовсе не горел желанием совершать в такую погоду прогулки по саду. А я вот бы желал, знаешь ли. Слушай мои действия. Опа. Телефон, 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 телефон. Привет. Майкл, как там твои дела? Небеса здесь просто разверзлись. Ты хочешь знать, какая у меня погода? Да здесь такая гроза, что я боюсь выходить на улицу. Ну, это к лучшему. Так как я не смогу заехать за тобой. Мне действительно очень жаль, но сейчас невозможно доехать до Норту Берленда. Тем более по проселку твой особняк. Сообщают, что некоторые дороги вообще перекрыты. А как же мои надежды увидеть мистера Электрика сегодня? Вот они, преимущество жизни вдали от города. Я должен был послушать тебя. Не паникуй. Я приеду за тобой сразу, как только распогодится. Подожди немного. Ой, а куда я денусь? Боюсь, что некуда, друг мой. Такая гроза и мертвого может разбудить. Да уж. Кажется, что злых духов в моем новом доме она уже разбудила. Что ты имеешь в виду? Не уверен, но кажется, я слышал какие-то странные звуки прошлой ночью. Как будто что-то шуршало внизу в подвале. Я помню, что уборщицы говорили что-то о крысах. Если мы только не говорим о крысах-мутантах. Я не думаю, что это опасно. Майкл, друг мой. Ты устал после долгой дороги и подавлен возникшими проблемами. К тому же ты переехал в очень старый дом. А какое самое распространенное объяснение у людей, переехавших в старые дома? Привидения разыгрались. Вроде того. А теперь сосредоточься на книге, пока еще достаточно светло. Я приеду к тебе как только смогу. Спасибо. Пока. А, ну вот нам, собственно, и дали подсказку. Сейчас нужно идти и писать книгу. Я, кстати, даже уже и забыл, что мы все-таки писатели. С этим домом так запаришься, что и про всякие там книги забудешь уже. Ну, а сейчас у нас есть время поработать. И я думаю, этим мы как раз и займемся. Я положил руки на клавиатуру, но тап оказался мне какой-то такой холодный, что это сразу отбило мне все желание что-то дальше писать. Может быть, позже. Майкл, ты издеваешься надо мной? Ой, Майкл, 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 что же мне с тобой делать, а? Надеюсь, мы ничего нового не найдем. Ну, может, ты ляжешь, хоть поспишь тогда, а? Я просто не знаю, что тебе еще можно делать. Давайте еще раз камин послушаем. Может быть, я не слышал ничего необычного. Молодец какой. А где у нас дневник был, кстати? Вы не помните, где у нас был дневник? Дневник. А, вот он. Так, что у нас, где мы закончили? Та-тан, та-та-тан. Завтра будет новый день, и я с новой силой вернусь к увлекательному исследованию моих новых владений. Джерри сегодня не приедет, говорит, не может я признаться со мной себе. Света нет, дом я по-прежнему так и не изучил. Конечно, предполагал, что я ехал сюда, что обязательно впялюсь в какую-нибудь историю, но что... Вляпаюсь в какую-то историю, но чтобы вот так. Я проснулся посреди ночи от странных звуков, как если бы кто-то скребся где-то глубоко в подвале. Все это мне совсем не нравится. Думаю, надо будет разобраться с этой чертовщиной. Увы, но дальнейшее расследование источника шума представляется затруднительным. Я не могу спуститься в подвал, не имея при себе источника света. Придется пока отложить эту затею до лучших времен. Мне удалось проследить источник звука до камина. Определенно эти шорохи доносятся откуда-то из подвала дома. Может быть, это электрооборудование? Хотя, вряд ли. Электричества-то нет. Крысы? Так ведь и на крыс совсем не похожи. Черт его знает, что это такое. К счастью, шум прекратился. Наконец-то я могу спокойно заснуть. Однако, мне кажется, этого нельзя так оставлять. Мало ли что это было. Сегодня я проснулся от раскатов грома. За окном бушевала гроза, а дождь лил такой, что из окна вообще ничего было не разглядеть. В жизни ничего подобного не видел. Похоже, что весь день придется просидеть дома. Еще я видел удивительный сон, как будто что-то упорно заманивало меня в секретную комнату в галерее. Надо будет проверить, нет ли там в реальности чего-нибудь похожего. Мне удалось открыть этот сейф. Сказать по правде, я не ожидал увидеть там несметных сокровищ, но содержимое его оказалось совсем неинтересным. Контракт на строительство этого особняка и какой-то ключ. Я уверен, что на втором этаже есть еще одна потайная комната, если только чертежи не врут. Ума не приложу, зачем она поднановилась хозяину, но если она и вправду там... Это пипец. Как я и предполагал, ни Джерри, ни Электрик сегодня приехать не смогут. Признаюсь честно, все это для меня несколько в новинку. Я знаю, что наверняка справлюсь с любыми проблемами, сколько бы их еще на меня не навалилось, но в целом эта ситуация начинает меня тревожить. Последняя запись в нашем дневнике. И да, действительно, это начинает постепенно тревожить и меня, и Майкла. Ой, ну что, я даже не знаю, что нам еще делать можно. Давайте еще раз зайдем сюда, попробуем чем-нибудь потыкать в ту якобы потайную дверь. Да, даже не якобы, а скорее всего так и есть. Давайте попробуем не сдвинуть эти бивни. Помню, помню. Не сдвинуть. Что ж мне с тобой делать-то, а? Так, а это что у нас за газета, я забыл. Просто старая газета, которую я поднял с пола. Понятно. Хм, а если ножичком? Ты заколебал, ранится, вот серьезно. И так светло. Ну что ж, даже не знаю, ребят, что еще можно сделать. В подвале мы ничего не нашли. Давайте тогда еще раз поднимемся на третий этаж. Все-таки за эту серию мы там провели больше всего времени, я так понимаю. Давайте еще раз все осмотрим здесь. Еще раз, может, взглянем на те чертежи. Хотя сперва хочу, вот, помните, мы нашли там бензиновую горелку, хочется к ней вернуться и, может, что-то с ней можно сделать. Сейчас посмотрим. Бензиновая горелка. Так, что с тобой можно сделать, дорогая? Ну ладно, ладно, смысл в этом нет. Ладно, 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 Майкл, все, выходим отсюда. Помните, мы оставили открытым окном на последнем... На вот той винтовой лестнице, мало ли, может быть, что-то там новенькое появилось. Давайте сходим и посмотрим. Нет, все по-прежнему так, как и было. Ничего нового, ничего примечательного. Ну что ж, ладно, давайте тогда спустимся вниз. Еще раз зайдем в эту комнату, глянем, что у нас здесь имеется. А, молоток! Ребят, я только сейчас заметил здесь молоток. Какой же я невнимательный. И давайте еще раз глянем на чертежи. Так, это я понял. А, значит, вот потайная комната. Это странная африканская галерея. Это, главное, спальня. Хм. Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте отсюда выйдем. И вот теперь у нас есть молоток. Как же я его сразу-то не заметил, а? Сам себе удивляюсь немножечко. А, кстати, в записях что-то сказано про молоток. А, нет, ничего не сказано. Ладно. Так, ну с молотком, не знаю, что мы сейчас будем делать с молотком, но попробуем что-нибудь с ним сделать. Значит, куда нам? Вот сюда вроде, да? Отлично. Вот мы снова здесь. А в этом молотке нет ничего необычного. Это было бессмысленно. Почему бессмысленно? Ну, ну, я надеялся, что что-то будет. Что, совсем ничего? Может, здесь можно что-то постучать, нет? А если шилом всковырнуть, нет? А если ножом всковырнуть, нет? Майкл, какой ты. Вообще, ребят, там было показано не совсем, что вот потайная комната должна быть в этой комнате. То есть там был показан коридор, вот эта комната спальня, а та потайная комната между спальней и вот этой вот стеной. А может, за картиной что-то мы найдём? Где, где эта картина? Ой, я чуть запутался. Где я вообще нахожусь? Вот, картина. Может, здесь что-нибудь мы найдём? Да нет, вроде ничего нет. Ладно, давайте тогда зайдём в эту главную спальню. Посмотрим, может, что-нибудь найдётся здесь. Нет, не знаю. Ну, в общем, серия и так, по-моему, получилась довольно затянута. Так что, я думаю, на этом можем и прерваться. Опять-таки, жду ваших подсказочек в комментариях. А пока что... Кстати, а если мы... Вот, секундочку, я хочу кое-что проверить. Если молотком, постучим по стеночке. Нет? Ну, ладно. Ладно, давайте зайдём в комнату. И, я думаю, на этом можно завершиться. Так как серия, по-моему, получилась и так довольно затянутая. Поэтому, всем спасибо за просмотр. С вами, как обычно говорил Стелл. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. И не забывайте оставлять подсказки по поводу этой игры. Только желательно без таких вот, чтобы больших, прям, спойлеров. Хорошо? Всё, договорились, ребят. Всем ещё раз большое спасибо за просмотр. Ещё увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»